Всем привет! Меня зовут Настя, и вы на канале Жизнь в Англии. Сегодня у нас очень ветреный день, но тем не менее светит солнышко, и где-то там вот такие большие черные тучки. Возможно, скоро будет дождь. Посмотрим. Сегодня мы немножко погуляем, и я, наверное, поотвечаю сегодня на ваши вопросы, которые вы пишете. И вообще я хотела бы сказать огромное-огромное спасибо, что комментариев становится в последнее время все больше, и что вы делитесь своими впечатлениями и эмоциями. И что тоже очень замечательно, что у всех они просто разные. Кого-то просто безумно возмущает мусор, который находится здесь на улицах. В принципе, я могу отметить, что его не так много на самом деле. Может быть, какими-то местами в нашем районе его и побольше. А кто-то восхищается и наблюдает просто за историей Англии. В том плане, наверное, то, что дома разные, заборчики разные и вообще улочки. У меня все очень интересно. Вот. И сегодня хотела бы ответить на вопросы, которые вы задаете. Чаще всего это вот как раз про мусор, да. Вот я в последнем видео выставляла именно прогулки по улицам и показывала, где просто оставляют мусор, может просто на улице валяется мусор. Ну вот я в Англии живу 11 лет и побывала много где, да. Вот Англия делится на 4 регионы, я не знаю, как бы королевство. Она получатся Англия, Луис, Шотландия и часть Ирландии. А в принципе мы побывали во всех ее уголках. Я могу сказать, что она настолько-настолько разная везде по своему ландшафту, по своим именно городкам. Когда ты приезжаешь в любой другой город, он вообще в принципе абсолютно другой. Не такой, как ты был в предыдущем городе. Я могу сказать, что в принципе, когда я сюда приехала, я попала в город Стаффорд. Вот это был на самом деле такой маленький уютненький городочек. И он мне показался очень безупречно чистым. И там вот на самом деле казалось так, что даже улицы моют каким-то шампунем или что-то такое. Город был очень ухоженный. Но когда мы начали путешествовать по Англии и побывали в разных районах, то я не могу сказать, что все города прям такие чистые. Да, есть места, где чисто, есть места, где немножко грязненько. Кто-то не выкидывает мусор в мусорники, которые в принципе здесь довольно часто расставлены. И как я уже говорила в предыдущих видео, что в Англии очень-очень идет в каждом городе деление по району. То есть нет такого, что все намешаны в одну кучу. Нет, это каждый город делится на районы, которые есть благополучные, средние и как бы самый низкий социальный слой, так скажем. И, конечно, здесь все стараются придерживаться, ну вот именно где ты хочешь жить. Да, то есть нормальный человек навряд ли захочет поехать в какой-то очень грязный район, где там криминал развит или что-то такое, вот там, где грязно как раз. То, что я показывала, это в принципе, это не грязно, это так умеренно, так скажем. И это не везде на районе, даже вот сами районы делятся на улице. Вот, например, мы сейчас гуляем по тому же самому району. Здесь очень чисто, очень все ухоженно, красивые домики. И очень даже благополучно выглядит. Я даже могу отметить про столицу, да, про Лондон. Когда я сюда так приехала, мне выдалась такая возможность поехать в Лондон со знакомой. И у нее сестра жила на третьей зоне. Если я не ошибаюсь, Лондон делится на 8 зон. И вот мы оставались в третьей зоне, то есть, я так понимаю, центр это первая. И вот мы оставались на третьей. Но, если честно, это был первый мой год приезда в Англию. И я немножко ужаснулась, потому что мы приехали на район, и там было очень-очень мрачно. Ну, прям настолько мрачно, что там про мусор я вообще молчу. Он был... Вот мы проходили мимо садика. Там был двухметровый там или выше забор в садике. Все было ужасно, ужасно и серо. То есть, я бы там 100% не хотела бы одна проходить ночью, гулять или там просто с общественного транспорта идти домой. То есть, и даже, по-моему, вот мне тогда знакомая говорила, что... Может быть, я сейчас неправильно что-то помню. Но что там даже иногда стреляют. Вот. Но я не знаю, насколько это правда. И это было почти 10 лет назад. Ну, то есть, даже столица, да, как бы она далеко не безупречная. И в самом Лондоне очень много бездомных людей. И, возможно, это связано с тем, что люди изначально очень вернутся в столицу. И, может, не справляются потом со своими возможностями. И вот остаются на улице. Хотя, тем не менее, в Англии... Вот тоже вы спрашивали, вот, что здесь хорошего, плохого в Англии. Здесь очень большая поддержка. Очень большая поддержка от государства. И очень это заметно. Вот сейчас вот во время ковида, что людям очень помогают все, кто вдруг остались без работы или какие-то финансовые проблемы. То есть, государство, да, оно очень-очень помогает. А вот я выписала вопросы, которые вы задаете. Вот сейчас будем гулять. И буду немножко на них отвечать. Первый вопрос. Хотелось бы переехать в более южную Англию. Или, например, в Эльс, Шотландию, Ирландию. Ну, вот, как я уже сказала, что до приезда в Братфорд, здесь, где мы еще живем, на севере Англии, я побывала много где. И на юге Англии, и в Эльсе, и в Шотландии, и в Ирландии мы были. Ну, вот, конечно, на юге мне очень понравилось жить, потому что это был тоже, по-моему, второй год жизни в Англии. Мы переезжали с середины Англии, так скажем, на юг, проезжали вдоль Ла-Манша. Там дорога сразу идет вдоль залива, и там росло много пальм. То есть, ощущение было такое, как будто ты едешь, как, не знаю, как в Майами. Вот. Ехали, так смотрели по сторонам, вау, вот здесь бы жить. И, как оказалось, туда мы поселились буквально в 30 минутах вот этого же залива канала. И буквально 30 минут до Ла-Манша мы ходили каждый день. Это было лето, была очень классная погода, вот настоящее лето у моря. И вода тоже была довольно теплая, что тоже очень радовало. Вот такое вот замечательное южное лето у нас было. И там же мы тоже путешествовали по прибрежным городам. Вот. И осталось очень большое впечатление, да, такое положительное, классное, яркое. Потому что потом, когда мы переехали сюда на север Англию, это просто день и ночь, честно. Это день и ночь. И вот когда мы жили рядом с пальмами, заливами, было вообще здорово. Ну, на самом деле, что и жизнь там тоже дороже, да, и жилье дороже. Вот. Ну, вот проходим. Я здесь, кстати, никогда не ходила пешком. Кто-то, наверное, переезжает или купил дом. А вот здесь рядом такая красивая, похожая на английский домик. Я, наверное, буду показывать, где мы просто идем и просто на фоне отвечать на вопросы. И я так не ответила конкретно на вопрос, хотелось ли бы жить на юге или в другой стороне Великобритании, в Вальсе, в Шотландии или Ирландии. Не знаю. Первое время, когда вот мы с юга переехали сюда на север, то, наверное, да, очень тянуло первые пару лет обратно на юг. Потому что там, на самом деле, просто как юг по вместе с Ла-Маншем. То есть море рядом, вода рядом. Можно купаться, загорать в любое время, гулять по набережной. И, конечно, там в этом плане намного лучше. Ну, а потом, когда мы уже осели здесь в Братворде, уже появились знакомые. Вот мы пошли в русскую школу, в Балтику. Мы познакомились с большим количеством людей. Нам было очень интересно, весело, здорово. И, в принципе, эта мысль о переезде на юг очень так замозолилась. Вот. И, в принципе, наверное, даже не хочется. Хотя все время у нас был лет пять еще там назад такой план. План Б, если что, то подаваться в Испанию. Но, опять-таки, на данный момент как-то мысли об этом нету. Потому что вот у нас к вам родились дети. И вот Максим уже пошел в школу. Каману в школу находится рядышком. Школа хорошая. И поэтому... Поэтому такой мысли как-то сейчас нету. Куда-то дергаться. Ну, конечно, единственное, вот я все время придерживаюсь такой мысли, можно жить везде. Но если у тебя позволяют средства, то ты, конечно, в любой момент, в любые выходные, в любые, там, я не знаю, выходные какие-то недели, ты можешь просто купить билеты и рвануть, куда ты хочешь. Да. А если, тем более, ты по заработку не привязан к одному месту, так вообще, в любое время сел, полетел хоть на полгода куда-нибудь. Вот, мы зашли тоже в такие новые постройки аккуратненькие. Тихо, спокойно. Как мы, это Латвия, Литва, Эстония, вот. И, в принципе, даже менеджера, супервайзера, ну, бригадира, они, как бы, были все русскоговорящие. Поэтому, только вот по приезду в Братфорд, на самом деле, я столкнулась с англичанами работать на фабрике, на которое попало, по производству деталей для машин. О, смотрите, у кого-то еще Рождество. Вот, работа, на которое попало, там, в принципе, было 99, я бы даже сказала, процентов англоязычные люди, да, местные люди. И только там пару человек были, девчонки, девочки из Польши, и периодически кто-то захаживал, так скажем, от агентства. Некоторые были русскоговорящие. Ну, это было буквально пару человек на всю фабрику, на весь завод. Вот, и да, вот тогда я столкнулась с англичанами. Но, опять-таки, я не знаю, фабрика, это, наверное, не то место, где раскрывается вся суть англичан, какие они есть. Потому что, лично мое мнение, что, как бы, в любой стране фабрика — это не самое высшее общество, так скажем, да, особенно если расценивать люди, которые живут в этой стране. Потому что люди попадались там, конечно, разные, абсолютно разные. Ну, точно я могу сказать про англичан, что они очень вежливые. Они безумно вежливые, они безумно толерантные. То есть никто тебя никогда, так скажем, никуда не пошлёт. Все будут тебе улыбаться, это и в магазинах, и на улице. Везде тебе скажут «сорри», «извини». Если там даже вот вы идёте по дороге, да, и вот пересекаются двое людей на узкой какой-нибудь дорожке, обязательно друг другу скажете «сорри» или, наоборот, «тэнкю», и обязательно улыбнётесь. То есть это здесь вот просто по всем ям. Вот эта вежливость, толерантность. Ну, а так, в принципе, что ещё могу сказать? Вот что прячется за этой улыбкой? Как бы, да, это приятно, что тебе всё время улыбаются, да. Ну, это так, в принципе, можно не брать очень на свой счёт в то же самое время, да. Потому что, вот, например, как мы работали, да, среди англичан, я могу сказать, что вот эта улыбка иногда не значит, что всё ок на самом деле, потому что сейчас тебе улыбаются, а через минуту этот человек может войти в офис и что-нибудь про тебя рассказать. Как бы, опять дует сильный ветер. Наверное, пойду в другую сторону, чтобы он не дул прям. То есть я, наверное, могу сказать, что они, вот у них присутствует такое двуличие, как бы. Они тебе в глаза улыбаются, но на самом деле ты никогда не будешь знать, что они про тебя думают в глубине души, да. То есть, ну, а так они покажут, да, что всё окей, ты классный. Вот, ну, опять-таки я... Вот помимо своей работы я, наверное, кроме того, чтобы по телефону куда-то позвонить, что-то заплатить, там, по счетам или ещё что-то. В принципе, я даже не общалась с англичанами всё время. Даже вот сейчас в нашем окружении, в принципе, 90%, даже больше, наверное, это русскоязычные люди, которые нас окружают. Так, следующий вопрос. Что нравится, что не нравится и с чем приходится мириться? Ну, мне точно нравится в этой стране, что, вот, как я уже говорила, здесь государство очень заботится о своих жителе, несмотря на... вообще даже не важно, ты местный, не местный. То есть если ты здесь живёшь, работаешь, платишь налоги, то всё, к тебе уже, в принципе, от государства ты можешь положиться в какой-то трудный момент. Можно попросить о помощи, и они тебе обязательно помогут. Так, что мне не нравится? Ну, вот мне нравится, наверное, вот именно живя здесь на севере, что очень часто дожди, наверное, здесь идут, что здесь не так тепло, как хотелось бы. Даже по сравнению в Лондоне, на юге, иногда разница летом и не летом даже бывает в 5, даже в иной раз, ну, в 10 градусов не знаю, но в 5 градусов это нормально, если, допустим, у нас в 15, а у них 20. Ну, вот, такое тоже бывает. Ну, у них там, похоже, больше солнышка. Вот то, что я тоже жила на юге. У нас было шикарное лето. И вот, например, сравнивая здесь, в Братфорде, на севере, вот одно шикарное просто лето. Оно было лето, прям лето. Это было, вот, не знаю, года 4 тому назад, наверное, или 3. Потому что летом вот как началось, так вот летняя погода и по температуре воздуха стояло. Куда-то мы зашли в тупик. Сейчас пойдем в другую сторону. Вот, смотрите, там, если дальше посмотреть, видно тоже, что мы находимся на горе. Так, следующий вопрос. Вот еще, наверное, что я хотела добавить, что мне здесь нравится. Вот мне лично кажется, или я просто приехала в таком возрасте, когда мне было 20 или 21 год, я заканчивала университет в Латвии, я здесь уже писала дипломную работу и приезжала туда на сдачу экзаменов. И, не знаю, может, в силу того, что на самом деле это был такой возраст, и мне кажется, что в Англии намного больше возможностей, чем в той же самой Латвии. Вот в моем, да, случае. Мне кажется, здесь вообще, ну, как говорят, что вообще вот в наше время любой человек может стать любым. Ну, вот мне кажется, к Англии это очень относятся, вот эти слова. Помимо того, что ты сам по себе можешь стать любым, да. И мне кажется, Англия дает вот эти возможности. Ты можешь спокойно идти учиться в любом возрасте, на кого хочешь. Государство, опять-таки, может тебе помочь с этим образованием. И ты на самом деле можешь стать просто абсолютно любым, заняться любым делом. Вот даже в бизнесе здесь очень большие поддержки, здесь маленькие налоги. И, не знаю, вот даже если брать ту же самую зарплату, да, то здесь тоже мы платим меньше налогов, чем в той же самой Латвии, например. Вот, смотря с какой стороны расцениваются, ну, и так и себя обобщить, то, да, мне кажется, в Англии намного больше возможностей, чем, ну, вот конкретно, вот говоря про Латвию, например. Следующий вопрос про школу и отношения между детьми. Ну, тут мне немножко трудно судить, не знаю, что вы именно имели в виду. Отношения между детьми, вот, не знаю, как бы вот у нас сын ходил в садик, сейчас в школу, как бы вот не так много чего рассказывать, что-то на самом деле происходит. Но, насколько я вижу, вот мы идем, здесь вот дети не могут находиться на улице до 12 лет одни, дома не могут быть одни. И, то есть, вот, как мы сейчас ходим, primary school, это до 6 класса, я так понимаю. И все родители приводят детей и забирают детей. То есть, есть определенное время, и нельзя опаздывать. Если ты будешь опаздывать, то это может караться, начиная от предупреждения, штрафы и так далее. Вот. Ну, то есть, и все вот этой вот толпой идут в школу, со школы. И что я могу сказать? Вот, допустим, мы когда садика переходили в школу, вместе с Максом, ему повезло. С его группой тоже еще один мальчик и одна девочка, тоже они из Польши. Когда семьи говорят на польском языке, они попали в один класс. И вот, да, им, наверное, было веселее все вместе начинать, что не совсем стопроцентную новую среду они попали, опять-таки англоязычную, да, потому что наши детки, они вот где-то кто год, кто два ходил уже в садик. И, в принципе, до сих пор не в совершенстве знали английский. И, конечно, им было трудно сразу переходить в школу. Вот. И сейчас они все вместе, вот, втроем учатся в одном классе. И вот, когда мы идем в школу, я замечаю, что с Максимом, если его видят одноклассники по дороге, то они с ним здороваются. Говорят, хай, Макс. И Макс тоже отвечает. То есть, ну, значит, у них хорошее отношение там в классе и вместе с детками. Опять-таки я могу сказать по отношению именно самого персонала, да, учителей, как они к нам относятся, к приезжим здесь. Здесь так, в принципе, мы очень довольны школой, довольны учительницей. Здесь очень-очень хорошо относятся к приезжим. То есть, если они видят, что у ребенка какие-то сложности, они пытаются помочь, объяснить. Все это происходит спокойно, чтобы это было менее стрессово для ребенка. Я знаю, вот у нас есть знакомая подружка, которая переехала в Англию в 14 лет. То есть, ее семья переехала сюда, и, разумеется, она тоже. И вот она рассказывала из своего опыта, что дети, которые приезжие, да, то есть, они не знают хорошо или достаточно хорошо английский, то деткам даже отдают помощника, как бы, может, даже, ну, как переводчика, не переводчика, какого-то ассистента, помощника, который помогает им адаптироваться, справиться с какими-то барьерами языковыми и вообще, как бы, в обществе. Когда Максу надо было поступать в школу, я все время от своих знакомых, друзей слышала, что никогда там нету такого, что вы местные или не местные. То есть, ко всем родителям и детям относятся одинаково. То есть, возможно, да, они там в глубине души где-то думают, что, ой, понаехали, но они никогда этого не показывают. То есть, ко всем идет одинаковое отношение. И вот, да, вот с чем мы столкнулись перед выбором школы для Максима, мы знали, когда он идет в школу, и нам надо было обойти... Ой, класс, нет? Нам нужно было обойти несколько школ, чтобы сделать вывод, в какую школу мы хотим отправить Максима. Про школу я тоже рассказывала, что у них есть рейтинг, есть плохие школы, есть хорошие школы, есть отличные школы. И вот рядом с нашим домом как раз есть все эти три школы. И вот мы были в четырех школах, и наш опыт. Все было классно и здорово, пока мы были в школе, в хорошей школе. Были в школе, которая чуть-чуть пониже рейтингом. И вот мы пошли потом в хорошую школу. Она здесь называется Outstanding. То есть, это самый лучший показатель. Наверное, они там уже между собой соревнуются, какая Outstanding лучше между собой. Но, тем не менее, мы пришли, и день открытых дверей был во время занятий как раз у деток. Во всех школах детки ходят в униформе. И у каждой школы это свой лейбл, название школы. И отличаются цвета. Цвета, думаю, красные, бордовые, желтые, зеленые там джемперочки. И в этой школе меня очень поразило. Вообще, прям оставило такое приятное впечатление. Мы были во время уроков, и у деток был урок музыки. И детки сидели вот в этих формах, красивенькие такие. И играли на трубах по нотам. То есть, у них была не доска, а такой, как бы, проектор, наверное. Или даже это, что-то цифровое. И они играли по нотам, эти трубки, которые смотрятся на таксинхронно. Все в одной форме. Это вообще просто супер, очень красиво выглядело. Наверное, такой я только видела по телевизору где-то до этого. Вот, мне очень понравилась эта школа. Мы обошли, и она находится очень близко к нашему городу. Особенно вот мы сейчас переехали. То есть, нам вообще там пару минут до нее дойти. Но все было классно до того момента, когда в самом конце сказали, если хотите, можете задать вопросы. У меня был вопрос, но так как я уже три года сижу дома, у меня, как бы, вообще, далеко не идеальный английский, так скажем. Как бы, ну, вообще, языки это не совсем мое. Вот, смотрите, да, сезон прихорашивания своих участков. У меня вообще проблема с языками. То есть, когда жили в Латвии, тоже я не могу сказать, что я очень хорошо знаю латышский язык. Как бы, я больше понимаю, что могу сказать. А с английским, не знаю, даже так, 50 на 50. И понимаю, и могу сказать. Потому что, как бы, опыта, как я говорю, такого особого не было. И разговорного в том числе. Вот. И тут я решила задать вопрос. И я уже, когда начала его озвучивать, я уже поняла, что надо было, наверное, как-то предложение правильно в голове хотя бы составить. Ну, то есть, я так, БМЭ, там, задала вопрос. И на меня очень-очень криво посмотрела директор школы. Вот. Реально с таким видом, как будто понаехали тут, да. Вот. И мне как-то это так не очень понравилось, если честно. Потому что до этого я только слышала хорошие отзывы, что, в принципе, неважно, ты местный, не местный. Как бы, ко всем хорошо относятся. И, да, потом мы пошли на ресепшн. Ну, то есть, это, как бы, офис, по-русски говоря. И что-то женщина спросила у Максима. Я не уверена, конечно, что Максим на 100% понял вопрос. Но ответ был, да или нет. И он, не знаю, или знал этот ответ, что да. Или просто угадал и сказал да. И он, как бы, в попад ответил. И тоже она так на меня посмотрела и спросила, а он вообще понимает по-английски? Ну, то есть, сначала был вот этот директор и потом вот этот другая сотрудница школы. То есть, мне, например, не очень было приятно такое слышать. Совсем не этого я ожидала. И поэтому как-то я сделала для себя вывод, что, ну, ладно, допустим, они ко мне так будут относиться. Но если это отношение ко мне передастся ребенку, то, по-моему, тут уже неважно, эта школа очень хорошая или не очень хорошая. И, как бы, тем более для него это первая школа. Как бы, очень не хотелось отдавать в такую школу ребенка. И поэтому мы выбрали другую. Просто по уровню хорошую школу. И вот сейчас вот уже, можно сказать, первый год заканчивается. И мы очень довольны и школой, и персоналом, и учительницей. И ребенок, кто ходит с большим удовольствием. Мы сейчас перейдем дорогу. Ну, там показано, что он будет тупик. Не знаю, сейчас посмотрим, что там будет наверху. Так, и следующий вопрос был, что нужно понимать в плане переезда в Англию. Ай, ну, я даже не знаю, что нужно понимать. Ну, как минимум, надо иметь какой-то базовый, наверное, английский. И это вам очень-очень поможет. И, конечно, надо скопить какую-то денежку для приезда сюда. Но в целом все зависит просто от вас. И все зависит, на самом деле, тоже зависит, в какую среду вы попадете. Да, кто будет в вашем окружении. Вот, смотрите, обратите на этот значок. Здесь написано, что... Написано... Я сейчас расскажу, что это значит. Отвечу, кстати, на вопрос. То есть, по приезду сюда вам точно надо иметь какой-то базовый английский. Какую-то накопленную денежку на первое время. С работы здесь... Как быстро здесь найти работу, да? Ну, может повезти, можно на следующий день устроиться. Куда-то мы попали в интересное место. Что-то здесь написано? Welcome to the flower's care home. Ну да, как я и говорила, здесь вот очень-очень красивый вид. О, рискнуло пройти по бордюру. Ну, вот так вот я отвечаю на ваши вопросы, хожу, периодически забиваюсь. Ну, то есть, да, что нужно. Базовый английский, накопить какую-то денежку на первое время. Потому что с поиском работы здесь, мне кажется, как лотерея. И опять-таки, на какую должность вы хотите, на какую специальность. То есть, работу можно найти и на следующий день. Здесь есть агентство по трудоустройству. Может, где-то идет набор, не хватает людей. И все, тут прям сегодня даже можешь попасть на работу, заполнив необходимые документы. Ну, или это может занять и неделю, и месяц. То есть, это, не знаю, наверное, зависит от вашего упорства, от ваших амбиций. Насколько вы желаете здесь остаться, устроиться. Ну, наверное, как и во всем, как и везде. О, какая красота. Наверное, камера так не передает вот этих всех видов. Очень красиво. Вот и домик строится. Ну, вот, наверное, будем подходить к концу видео. Я старалась отвечать на вопросы, потому что, наверное, в следующий раз проще сесть куда-то на место и отвечать, просто сидя на вопросы, а не ходить. Потому что немножко разбивалась, отрывалась от тебя. Но если я все-таки какие-то вопросы недостаточно хорошо ответила, или бы хотели углубиться в какой-то вопрос, вы смело можете написать, и, конечно же, я отвечу на этот вопрос или на эти вопросы. Вот. Ну, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, конечно. И до встречи в новом видео. Всем пока.